Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Жорж Гурса, известный как Сэм, был французским карикатуристом, известным во времена прекрасной эпохи. Родился 23 ноября 1863 года. Вырос в семье, принадлежавшей к верхушке среднего класса, и спереди, на юге-западе Франции. Богатство, унаследованное им от отца в возрасте 21 года, позволило ему прожить золотую молодость. В 1888 году он самостоятельно издал свои первые три альбома карикатур в Пириге, подписав некоторые как Сэм, предположительно в знак уважения Камадея де Ноэ, был французский карикатурист Пететок, который подписывал свои карикатуры для Монт как Шам, Сэм. Поселился в Бордо с 1890 по 1898 год. В этот период он опубликовал несколько альбомов и свои первые карикатуры для прессы в маленькой Жероне. И познакомился с творчеством Леонетто Капельелло. Его стиль, повзрослев, стал одновременно более простым и точным. Я цитирую Википедию переводную. Свершил поездки в Париж. В 1891 году разработал дизайн двух плакатов, которые были напечатаны в мастерской Жюль Шерре для певца Паулюс. Опубликовал первые карикатуры на художников. Жил в Марселе с 1898 по 1900 год, где встретил поэта Жана Лорена, который убедил его переехать в Париж. Прибыл в Париж в марте 1900 года во время открытия Всемирной выставки. Как способ попасть в высшее общество он выбрал скачки. В июне 1900 года он самостоятельно опубликовал свой новый альбом «The Turf», содержащий карикатуры на многих выдающихся парижских светских лицах, включая маркиза Бони де Кастеллана, князя Трубецкого, Крафа Климон Тонера, барона Альфонса, Гюстова де Ротшильда и Поля. Успех альбома в одной части сделал его знаменитым. В октябре 1900 года он опубликовал альбом «Париж Труиль», имевший такой же успех. После этого опубликовал еще 9 альбомов до 1913 года. В 1904-м получил Орден Почетного Легиона. В 1909-м выставлялся уже вместе с художником Агюстом Рубелем сначала в Париже, а затем в Онте-Карло и Лондоне. Выставка включала в себя диорама, состоящая из сотен деревянных фигурах всех парижских знаменитостей. Не был призван в Первую мировую войну, поскольку в начале войны ему было более 50 лет. Тем не менее, он работал военным корреспондентом. 10 статей были опубликованы в 1917 году в журнале «Пекин на фронте». Гурс опубликовал два альбома военных зарисовок. После войны вернулся к тому виду карикатур, который сделал его знаменитым. В 1919-м он опубликовал книгу «Высшее общество верх ногами». Выпустил три альбома под общим названием «Новый свет». В 1923-м стал офицером Почетного Легиона. В 1929-м сильно обнищал из-за экономического кризиса. После сердечного приступа в 1933-м году умер в следующем – в 1934-м году. Вот так, вкратце, из переводной википедии о французском корректуристе, известном во времена прекрасной эпохи, как Сэм Жорж Гурса. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы. Продолжение следует...